Эти пять километров дороги у лесных полян дались подрядчику непросто. Строгий дорожный контроль заставил переделывать некоторые участки. Две вырубки не прошли, но сразу же их ночью переделали, срезеровали, закрыли все, взяли пробы заново. Все как бы отлично прошло все. И вот очередная проверка. Специалисты вроде бы просто прогуливаются по отремонтированной трассе, однако зоркий глаз готов зацепиться за каждую мелочь. Здесь уже проведена рабочая комиссия. Ряд мелких недостатков, которые были выявлены в сегодняшнее время, устранены. Готова дорога, готова к воду, к эксплуатации. Новый асфальт лег в два слоя. Отремонтированы подземные коммуникации. Качество в любой момент могут проверить и федеральные контролеры. Куда они приедут и какой из объектов они проверят, не знаем ни мы, ни наш заказчик, ни тем более подрядчик. И все эти замечания, которые выявляются федералами, по факту они поступают непосредственно мне. И мы уже как департамент дальше их рассылаем подрядчикам, заказчикам. И данные замечания, естественно, не устраняются. Проверить не только асфальт. Внимание уделят и разметке, и пешеходникам, и новым остановкам. Осмотреть сделанную дорогу собрались и представители общественности, и депутаты. И все замечают, качественная трасса важна и для работы, и для безопасности. Дорога сделана довольно-таки очень хорошо. Очень качественно продумано то, что сделаны остановочные комплексы, сделаны тротуары, сделано освещение. Я думаю, что эти меры, так сказать, благоприятно будут сказываться на дорожной ситуации в целом и снижению дорожно-транспортных происшествий. Дорогу здесь ремонтировали в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы обошлись почти в 70 миллионов рублей. Трасса, соединяющая Ярославль и поселок Лесные Поляны, полностью готова к сдаче. Тем временем в областном центре внимательно следят за содержанием дорог. На некоторых магистралях идет ямочный ремонт. На одной из таких работает мой коллега Юрий Кораблев. Юрий, расскажи, на каком этапе сейчас работы, и как водители относятся к тому, что ремонт наконец-то пришел. Ямочный ремонт – это, конечно, не глобальная реконструкция, но местные водители рады уже и таким работам. Многочисленные обращения граждан с просьбой провести ремонт дорожного полотна помогли внести улицу в список первоочередных объектов. Здесь располагаются подъезды к двум рынкам, школе, детскому саду и библиотеке. Данная дорога соединяет улицу Урицкого и проспект Дзержинского, пролегая через Старое Брагино. Мы приступили к работам по фрезерованию проспекта Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Пионерской, то есть вдоль рынка, вдоль жилого массива. Также у нас отрезерована улица Пионерская от улицы Урицкого до проспекта Дзержинского. При благоприятных погодных условиях планируется асфальтировка, ориентировочная где-то, наверное, там завтра, послезавтра. За ремонт улицы Пионерской ярославцы голосовали в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». То, что сегодня здесь работает техника, не побоюсь этого слова, это настоящее чудо, потому что никто не планировал, что уже в 2018 году здесь начнутся работы. Это действительно очень важно, иначе зимой данная дорога просто непригодна для эксплуатации, и техника ее попросту не может прочистить в связи с тем, что здесь образовались такие ямы. На ремонт автомобильных дорог в этом году было дополнительно выделено 400 миллионов рублей. Средства стали доступны благодаря переговорам члена экономического совета при президенте России Алексея Репика и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Перечень объектов определяли совместно с представителями экспертного сообщества и общественности. Отобранные объекты будут ремонтироваться так называемыми картами. Протяженность каждой составит порядка 100 метров. Юрий Кораблев, Денис Ромашов. День в событиях.